Медики видят ситуацию иначе. Исполнительный директор СОС Белинская Наталья Ярославовна, которая в своей программе рассказала о том, что будут введены инвесторы, будут страховые компании, которые будут заниматься работой именно в железнодорожной больнице. Мы так поняли, что это будет продажа. Врачи уверены, что в реальности происходит тотальное уничтожение системы оказания помощи железнодорожникам. Они неоднократно обращались к министру Криклию, в Кабмин и к президенту, но в ответ получали одни отписки. Поэтому теперь медики настроены действовать решительно. Мы вышли с тем, что мы сформировали пакет вимог от железнодорожников из всей Украины. Первый пакет вимог, вчера другий пакет вимог, сейчас готовится третий пакет вимог. Представники Укрзалезницы до людей не вышли. То есть, когда были акции, чтобы их услышали, рядом с железнодорожником ни один руководитель не вышел. Когда были акции рядом с Министерством инфраструктуры, ни один руководитель не вышел. И в первую очередь министр или заступник министра. Но интересен именно министр, потому что он отвечает за все проблемы. Сотрудники Одесской больницы железнодорожников считают, что новый руководитель, который был назначен в их медучреждение, вступил на должность абсолютно незаконным путем. Нарушен закон о труде Конституции. Значит, назначение исполнительного директора в лечебное учреждение должно было проходить, во-первых, на выборной основе, во-вторых, должны быть кандидаты, резюме на каждого представителя и должен участвовать коллектив. Медики заявляют, что чиновники Министерства инфраструктуры планомерно предпринимают попытки переквалифицировать, а по сути отдать в частные руки медучреждения, которые годами создавались трудовыми коллективами. Они записали видеообращение ко всем жителям Одесского региона и Украины. Коллектив Одесской клинической больницы на железнодорожном транспорте обращается ко всем, кому неравнодушна судьба нашей больницы. Это железнодорожникам, пенсионерам, членам их семей, обычным гражданам Одессы, кому мы оказывали медицинскую помощь. Стать на защиту нашего лечебного учреждения, помочь нам отстоять его в трудную минуту, дать отпор рейдерам, которые, невзирая на то, что в стране тяжелая ситуация с коронавирусом, решили отнять у народа последнюю медицинскую помощь и, может быть, и само право на жизнь. Медики восьми железнодорожных больниц Украины находятся под угрозой расформирования своих медучреждений. Они ожидают ответа от министра Криклия и требуют прекратить попытки передачи клиник в частные руки, а также позволить медицинским трудовым коллективам работать в нормальных условиях, продолжая оказывать помощь миллионам украинских жителей. Услышат ли их в министерстве? Большой вопрос. Как показывает практика, жалкие потуги новой команды в проведении так называемых реформ пока имеют прямо противоположный итог. Вместо того, чтобы улучшить ситуацию, только усугубляют проблемы. Вот что по поводу действий Криклия пишут украинские телеграм-СМИ. Цитирую. Пан Криклий решил просто уничтожить систему оказания помощи железнодорожникам и переклифицировать учреждения. Часть помещений будет продана нужным Криклию компаниям по заниженным ценам или отданы в долгосрочную аренду. Конец цитаты. А это, как вы понимаете, совсем не реформа, а самый циничный Дерибан, который в конечном итоге и приведет к катастрофе. Наша жизнь словно клавиша фортепиано. «Белая, черная, белая, черная, белая, черная». Этой мысли придерживается вот этот необычный парень. Его зовут Петя Швецов. Все свое детство и юность он прожил в монастырской Келье, почти в абсолютном одиночестве. Злые люди называют его городским сумасшедшим, обижают, а иногда даже бьют. Однако мало кто знает, что Петя обладает невероятным даром. Всю жизнь Петя мечтал работать на телевидении. Мы дарим ему эту мечту. А он, в свою очередь, каждый день дарит вам свою душу и любовь. Слушайте и смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok